Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Наверное, нет большего камня преткновения в евангельском учении Господа нашего Иисуса Христа, чем Его слова о любви ко врагам. Для некоторых это становится непреодолимым препятствием. Не только теоретически, но, конечно же, и практически. Полное непонимание обычного человека. Но как можно любить того, кто принес бесчисленное зло тебе, твоим самым любимым, самым близким? Да и зачем эта любовь вообще такая нужна? Да и как ее можно исполнить? Но в Евангелиях Христовых, оставленных нам святыми апостолами, об этом не раз повторяется. И мы должны обдумать, попытаться понять, а поняв, попытаться исполнить эту неисполнимую заповедь Христову. И в Евангелии от Матфея, и в Евангелии от Луки приводятся слова на горной проповеди. Сегодня мы за богослужением читали Евангелие от Луки. «Если любите вас, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники любят любящих их». То есть Господь говорит, «Меня не устраивает только лишь любовь, которая относится к любящим вас, родителям, детям, друзьям и так далее. Не об этой любви я говорю». Хотя он не говорит, что эта любовь неправильна. Конечно же, она правильна, конечно же, она прекрасна. «Если делаете добро тем, кто делает вам добро, какая вам благодарность? Ибо и грешники тоже делают». Даже добро, которое мы делаем людям, которые нам нравятся, которым мы признательны, которые и нам помогли, не вменяются Богом в праведность. Не ожидается Богом, как то, что ему нужно, то, что он ждет. А пусть погуляет немножечко. «Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно». Дали мы человеку взаймы, помогли ему. Перед Богом это ничто. Нет, вернее, другу нашему, от которого ждем возврата. Хорошее дело. По-человечески хорошее. А по-божественному это не возвышает нас. Мы ждем от Него такой же пользы. И дальше Господь говорит удивительные слова, которые, если мы хотим стать Его учениками, мы призваны, не скажу должны, никто ничего никому не должен. Мы призваны понять и исполнить. Но вы любите врагов ваших. Благодарите и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая. И будете сынами Всевышнего. Ибо Он благ и к неблагодарным, и злым. Вспомним притчу о блудном сыне. И тот, и другой были неблагодарны. А Отец, который являет нам образ Отца Небесного, любил и того, и другого. Но это скажут нам любовь Отца. А Господь явил нам такую же любовь, когда на кресте измученный паче всякой меры, такой мукой, которой не мучилось и все человечество вместе, потому что в его страдания вбирались страдания всего человечества, и жившего до него, и при нем, и после него страдания божества. Он сказал, Господи, не вмени им грех сей, не ведают бы, что творят. И так говорит Господь. Будьте милосердны, как Отец ваш милосерд. Милосердие. Важнейшее слово здесь. А в Евангелии от Матфея, это мы читаем Евангелие от Луки, по воспоминаниям, переданным ему, а Евангелие от Матфея, который присутствовал сам на этой Нагорной проповеди, мы слышим еще одни слова. Еще более поразительные и еще более неисполнимые. Будьте совершенны, как совершенен ваш Отец Небесный. Что это такое? Как мы, слабые, больные, грешные люди, можем быть совершенны, как совершенны, бесстрастный, всемогущий Бог. Но у Господа нет ни одного праздного слова и не оскудеет ни один глагол Божий. Мы призваны быть совершенными, как совершенен Отец наш Небесный. Он ждет от нас этого. Не в реализации. Это его дело в паке бытии, в будущей жизни, а в попытках, в стремлении. Отец идет со своим маленьким сыном, обучает его какой-то работе, в которой он сам совершенен. Отец говорит, ну давай, как я. Отец же понимает, что ребенок сразу не сможет сделать так же совершенно, как опытный отец, но призывает его быть, как я. Он хочет, чтобы сын его был, как он, так же совершенен. А в земной жизни и еще более совершенном желает быть сыну, чере, отец. В заповеди о любви к врагам есть одна особенность, которая связана с языком. Евангелие, как вы знаете, были написаны на греческом языке. А в отличие от русского языка, слово любовь у нас одно, а в греческом языке четыре слова обозначают любовь. И это очень важно знать, в том числе для понимания этого, этой заповеди о любви к врагам. Первое обозначение слова любовь в греческом строге. Это семейная любовь. любовь ребенка к родителям. Любовь родителей друг к другу, супругов друг к другу, после того, когда ослабеют страсти, когда начнется уважение, привычка, и муж с женой становятся родными людьми. а юношеская влюбленность и страсть уже уходят. Взрослые люди, присутствующие здесь, знают это состояние. Строге. Это очень важная такая образ такой любви. Мы понимаем о нем, да? Дети к родителям. Другая, другой образ любви обозначается в греческом языке словом эрос. Это страстная любовь мужчины к женщине, женщине к мужчине. Это любовь, включающая страсть. Конечно, она другая, чем, скажем, любовь между друзьями. по-гречески она называется филия. Филия. Дружба. Нежные вот такие вот отношения, бесстрастные, но нежные, очень-очень доброжелательные отношения, привязанность или любовь к какому-то предмету. Библиофил. Знаем такое слово? Любит человек в книге. Библиофил, филия к какому-то занятию, предмету. и дружба. Высокая дружба. Это тоже любовь, филия. И, наконец, есть четвертое обозначение любви. Она называется агапе. Агапе это непреклонное доброжелательность друг к другу. Это желание высшего блага друг для друга. Незнакомые люди, а они желают друг другу блага. Вот я благодарю вас за то, что вы именно эту любовь, о которой говорит Христос и которую он ждет. Проявляйте друг другу сейчас, нося маски. Это агапе. Доброжелательность, чтобы не заразить никого. Высшая степень желания блага, не повредить. А вот люди, которые стоят без масок упрямо, у них нет этой любви, которую ждет Христос. У них нет этой агапе. У них есть любовь к себе. Она даже не обозначена в греческом языке. Безумие. Самолюбие имеется в виду. В данном случае самолюбие. Потому что человек искренне любит себя, заботится о себе и так далее. Но тут самолюбие и презрение к другим. Это Бог ненавидит. Ненавидит. Потому что и у Бога есть ненависть. И многократно об этом говорится в Священном Писании. И даже говорится о жертвах, которые вы мне приносите с нелюбовью к ближним, с отсутствием агапия, доброжелательности, желания доброго, вы приходите в храм, как бы принося жертву своим временем, вниманием, молитвой, свечкой, денежкой, чем угодно. Ненавижу я такую жертву, говорит Господь у пророка Исаия. Так вот, именно такую любовь ждет Господь. Есть, кстати, сказать, и в древней церкви такое, оно не таинство, оно такой обряд, который назывался агапы, может быть, вы слышали, да, как раз от этого слова. Собираются люди прихода, которые друг друга, может быть, даже и не знают. Где-то родственники, а где-то просто неизвестные люди, но все ощущают друг к другу любовь доброжелательную, любовь, желающую друг друга блага, оберегающую друг друга любовь. Вот как вы, стоя здесь, в этом храме. И люди собирались на эти агапы, вкушали пищу и беседовали друг с другом и так далее, хотя они могли видеть каждого первый раз в жизни. Так как мы здесь, вот сколько у нас паломников, сколько приезжает. Так вот, еще раз, дорогие братья и сестры, вот об этой любви неестественным образом родственная любовь, 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 страсти, любовь, увлеченности и дружбы, они все хороши. Но Господь говорит, вы будете сынами вышнего, если будете иметь друг к другу агапе, агапе, непоколебимую доброжелательность. что бы вам не сделали люди, какое бы зло не причинили, вы не дадите ненависти войти в свое сердце и будете желать этому человеку исправления и спасения. Будете желать этому человеку высшего блага, покаяться и соединиться с Богом. Понимаем, в чем здесь разница. И это становится понятным для нас. Вот к чему мы должны стремиться, вот к чему влечет нас Господь и говорит, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесен, небесный, имейте агапе, непоколебимую доброжелательность и желание доброго и спасительного для человека. Это не значит совершенно, что имеется в виду тотальный пацифизм. Режут, убивают, насилуют, глумятся над людьми, и мы должны их не останавливать, ничего подобного. Агапе к этому не имеет отношения. Иной раз из агапе по отношению к злому человеку его надо пресечь и ты сделаешь ему пользу. Из отношения агапе вот этой любви, о которой я сейчас вам говорил, доброжелательной любви надо жестко пресечь то, да пусть полежит, ну и пускай полежит, пресечь то зло, которое человек распространяет. Это не пацифизм, понимаем, да? Это желание правильного по отношению к людям, а если человек вот так же вот зло относится к нам лично, вот тут Господь говорит, подставь и другую щеку. кротостью и смирением побори зло, а если к твоему отечеству, если к твоим близким, если к другим людям невинным совершается насилие и зло, пресеки его, и это благословляет церковь. Это невялое непротивленство злу насилием, пагубное, которое распространял Лев Николаевич Толстой так, к сожалению, и не разобравшись в Евангелии. Это сила духа и сила любви, которая гасит в себе направленное лично на тебя зло и пресекает зло, направляемое на ближних и на мир. да, это все греческие слова, но нам досталось одно слово – любовь. Нам, русским людям, досталось одно слово – любовь. И нам не всегда легко разобраться в этих хитросплетениях филологических. и поэтому для нас в какой-то степени для русского православного человека исполнение заповеди Божией возлюбив врагов своих особо сложно. Не от того, что мы не понимаем тонкостей греческого языка, а потому, что вот так сложилось промыслом Божием. Мы призваны иметь любовь даже через силу к своим врагам. Кстати, сказать, и агапе, отношение любви как агапе, доброжелательность к врагам, это не естественное качество человека, оно вырабатывается волей. Естественно, любить детишек, естественно, любить родителей, естественная любовь у мужа и жены и так далее, и так далее. А здесь эта любовь вырабатывается волею, и этого ждет Господь. А у нас на Руси, где не разложено вот таким все образом, нам надо особым образом, как правило, искать и находить такую любовь в том числе и к врагам. Нам сложнее. сложнее. Но вот знания филологические, языковые тоже нам, конечно, в этом смысле помогают. Только таким образом с рассуждением, с пониманием и изучением мы можем исполнить заповеди Христова. Такие сложные, как та, о которой мы говорим сегодня. Изучайте толкование на Священное Писание. Посвятите свое время этим толкованием. Будьте такими, как ваши предки 300, 400, 500 лет назад, у которых не было ни телевизора, ни интернета, ни театра и кино, ни стадионов. главная их делание интеллектуальное и духовное и делание свободного времени было изучение законов духовной жизни, то есть закона Божия, то есть изучение Священного Писания и толкования Святых Отцов, Святоотеческая литература. Тот, кто этого не делает, настолько себя обедняет, настолько входит в зону риска неподготовленности и в этой жизни, и в будущей, не зная этих законов, что жестоко пожалеет о том утраченном времени, когда можно было постичь непостижимое. Законы божественного соединения человеческой души и Богу, законы любви, усыновления и удочерения нас, каждого из нас, Святой Троице, Отцу и Сыну и Святому Духу в вечную жизнь. Аминь. Аминь.